Продолжение следует... Продолжение следует... Аккуратненько, монтажный узелочек к болту и к леске с тем расчётом, чтобы вот у нас якорёк чуть ниже был. Делаем ещё одну стяжку выше. Одна внизу, одна выше будет. Поближе к краю старайтесь сделать это. То же самое, 3-4 оборота, больше не надо. Лишь бы у вас задержалась леска и якорёк. Вот у нас получилась вот такая конструкция. Мы ничего с неё не обрезаем. Теперь самый главный ингредиент. Обматываем болт. Просто обычной алюминиевой фольгой. Никакого клея, ничего. Леску сейчас сюда выведем. Вот так вот. Раз. Вот получилась такая вот большая, белая, почти блесна. Для того, чтобы она не расползлась, теперь опять так же пару монтажных узелочков делаю. Самый лучший вариант, конечно, взять прозрачным скотчем, обмотать. Но у нас его у лотки нет. Самое главное то, чтобы удержалась сама по себе фольга. Штычение сильное, а песок об камешке будет долбиться. Вот наш снаряд готов к лову рыбы. Есть зимняя блесна гвоздик, а мы сделали осеннюю блесну болтик. Будем пробовать. Ну, полетели. Пробуем. Один раз вытащил. Бутылку коньяка выиграл. Посмеялись. Блин, поглубже что ли стал? Не должно. Опа! Антош, есть! Тихо! Тихонько, тихонько, тихонько. Во! А сидит-то еле-еле-еле, а! Вот он, старый ржавый болт, который хотели сдать в чермет. А он еще судаков ловит. Болт, фольга и корючек. Все. А, заводное колечко. Судак ваш. Советую. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok